Здорово! Как вы уже догадались, у меня появилось новое игровое кресло, но я пока его еще не распаковываю, поэтому распаковку я решил заснять вместе с вами. Погнали! Если вдруг вам понравился видос, не постарайтесь нажать лайкусик, подписаться на канал, ну а также написать по этому поводу что-нибудь в комментариях. Погнали! Данное кресло от компании «Каньон», и давайте его распаковим. Так, это у нас основа. Годный. Где я подушечки? Обожаю подушечки. Так, ну, в целом все на месте, поэтому я думаю, что его на изи сейчас можно будет собрать. Достаточно. Блин, вау. Просто я ожидал, что здесь всегда будет вот такая штука, а здесь и такая. Блин, годно. Вот, кстати, ручки, по первому впечатлению, очень и очень годные, потому что они, во-первых, увеличиваются, во-вторых, скорее всего, уходят вот так, и... И, пожалуй, все. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы от них кайфануть. Самое главное, кстати, по ручкам, что касаемо опыта с прошлых, так скажем, кресел, самое главное, чтобы они не лопались. Но это мы проверим со временем. В принципе, здесь такой материал и такой угол, при помощи которого они не должны лопнуть со временем, плюс они достаточно жесткие. Блин, где ключ? Я же должен был где-то здесь оставить. Самое фиговое счетон, что у меня все темное в комнате, и я нифига не вижу. Ха-ха-ха, ключ был тут. О, господи. Ну, в принципе, все. Так, ну, я думаю, пришло время оценивать кресло и делиться первыми впечатлениями. В первую очередь, я думаю, что на него нужно так вот присесть удобненько и понять, насколько оно комфортно. Что могу сказать? В целом, оно очень эргономично. То есть, вот, когда ты сидишь, у тебя реально такое чувство, как будто все на своих местах. То есть, ничего как-то не хочется ни вперед, ни назад. То есть, вот, в принципе, по спине кресло сделано очень-очень круто. Это вот прям респект за это, потому что до этого у меня кресло было, там было не так. Там надо было немножко приспособиться. Здесь же прям все супер-супер. Что касаемо материала, я очень надеюсь, что ручки со временем не треснут, потому что у меня были кресла, и они трескались. Это ужасно как-то бесило. Ну, здесь же, опять же, я думаю, что материал и угол, он не даст такой проблемы. Ручки здесь, по сути, ходят в разные стороны. Это тоже очень удобно, потому что, опять же, на старом моем кресле такого не было. Это очень прикольно, поверьте, потому что для разных ситуаций, разное расположение, это классно. Также у этого кресла я впервые такое вижу. Вот данная тема, она немножко с наклоном, что дает вам немножко провалиться в кресло и сидеть более комфортно. Помимо всего, здесь есть такая штуковина, и, если честно, я затрудняюсь ответить, для чего она, но, в принципе, она никак не мешает. Что касаемо откида спинки, то здесь 150 градусов. И тоже довольно-таки очень удобно, можно прям даже поспать, если ты там долго стримил или что-то. То есть, поэтому претензий вообще никаких нет. Кстати, газлифт здесь 4 класса, и это очень хорошо, потому что он намного долговечнее, нежели, наверное, на том кресле, которое у меня было, потому что там у меня реально начались проблемы, и я немножко проседал. Хотя, в принципе, я на нем не прыгал, ну, каких-то вещей не делал, просто пользовался. Я даже особо не пользовался газлифтом, и у меня газлифт почему-то, ну, немножко поломался. Здесь же пока все отлично, но опять же посмотрим, что будет со временем. Единственный минус данного кресла, или даже не минус кресла, а моей ситуации, в том, что у меня рост составляет 175 сантиметров, или где-то 178, я до конца не определился. Исходя из данного параметра, кстати, учтите это при выборе кресел, потому что многие спрашивают, ну, какая высота кресел, я этого никогда не учитывал, но теперь говорю. Иногда бывает такое, что ты будто маленький для этого кресла. Да, и, наверное, с этим креслом у меня случилось именно такое, поскольку я не достаю пятками. Я не достаю пятками в этом кресле, и чтобы достать, мне нужно как-то немножко сдвинуться. То есть для меня это кресло, скорее всего, большое. Что касаемо ширины, оно вполне неплохое, то есть можно немножко ноги раздвинуть, можно так, то есть оно тебя как-то не сковывает, и это очень хорошо. В целом, как вы слышите, не скрипит, ножки, они довольно-таки тоже тихо ездят, потому что были ножки, в которых металлик глинил, но здесь такого, в принципе, не намечается, и очень классно. Единственный еще трабл данного кресла заключается в подушке, а именно в ее комплектации. Я не знаю почему, но у этой подушки нету лямок. Я привык, что на креслах есть лямки, а именно у этой подушки, и как-то, чтобы она нигде не болталась, не терялась, я всегда ее как-то вешал на кресле, и, в принципе, все. В целом, она тоже удобная, но, наверное, и без нее тоже очень хорошо, я считаю. Вот, но почему лямок нет, не знаю, для меня это как бы маленький минус. А так, в целом, довольно-таки неплохое кресло. Так, ну а теперь об особенностях данного кресла. Если что, у этого кресла пена холодной формовки, то есть сиденье его, скорее всего, не просядет. Материал это высококачественная эко-кожа, что со временем не обдерется. Напоминаю, что здесь 3D-подлокотники, надежный газлив 4 класса, и максимальная нагрузка данного кресла составляет 150 килограмм. И самое главное, данное кресло стоит 27 тысяч рублей, и многим может показаться, что данное кресло стоит дорого, и цена у него какая-то неподъемная. Но в NVIDIA и в Эльдорадо существует разрочка на данное кресло, именно от компании Каньон, и вы можете взять кресло, расплатиться потом, и самое главное, не переплачивать какие-либо проценты. Не знаю, как у вас, но у меня от этого кресла, в принципе, хорошее впечатление. Ваши понравилась, опять же, спинка, подлокотники, материал, а именно боковинки. Вот, единственное, что расстроило, это то, что я оказался для этого кресла немножко маленький, вот, но придется расти. В общем, на этом вот такой вот видос. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите мнение о данном кресле, и большое спасибо за просмотр. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok